всем привет всем привет это это александр земляк мой у александра жена китаянка отдыхает человек всем привет не будем будить тут спят люди вот мы сегодня поехали в шейн нас позвали в гости наши земляки здесь китаем встретились своих земляков с такого маленького города мы родом с города ангарска вот город очень маленький примерно 250 тысяч населения мы ездили в донгуань и в донгуань познакомились с александром и и его женой и с маленькой дочкой как жена зовут я не запомнила она китая у нее китайское имя непрекрасная дочка замки и меня на видеофотографии красиво сегодня мы мы поедем к ним в гости они пригласили нас к себе с ночевкой ну вот посмотрим мы едем с восточного вокзала этот вокзал находится примерно в центре Гуанчжоу и с этого вокзала поездка примерно со скоростью до 150-160 км время с пути около часа в общем добрались мы до Александра, всем привет это Александр земляк мой с Ангарска вот представляете в Китае такой маленький мы как бы земляка я увидел это вообще нашего маленького города вот и короче хочу познакомить с нашим вот Александром да и мы сегодня у них гостях мы сегодня в Шэньчжэне вот Александр ну давай рассказываю как как ты вообще сюда просто взял и поехал на самом деле очень много в то время было возможности куда поехать но почему-то выбрал именно Китай приехал где-то в 2007 году сначала ты съезжал куда? в Манчжури да? да мы сначала в Манчжури заехали потом мне настолько все понравилось что просто здесь уехали с грубом мы постановались здесь а почему именно в Шэньчжэнь? почему не в Гуанчжоу? в Гуанчжоу да ты знаешь в Гуанчжоу мы приехали тоже хороший город все приятно но почему-то я выбрал Шэньчжэнь здесь как бы для бизнеса больше электроники больше возможностей ну и у тебя как бы душа лежит к гаджетам да что то такое? конечно конечно интерес к электронике в первую очередь я решил когда ничего у тебя нет куда ехать особо не важно начинать все с нуля переехали сюда здесь купили квартиру как бы купил жилье да? это было где-то в 2010 году мы его купили из котлована здесь но она строилась еще полтора года так что нам пришлось еще снимать до того как сюда переехать но купили довольно таки неплохая стоимость была очень долго искали не случайно просто обнаружили что здесь устроился дом так вот сразу решили дойти то есть купил жилье уже? да вообще спонтанно на самом деле скоплованно грубо говоря а за сколько ты его взял? ой 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 сколько квадратов сколько комнат? ты знаешь жилье стоило где-то миллион четыреста юаней 110 квадратов вообще да миллион четыреста юаней если сейчас на на рубли сегодняшний курс перевести то получается 14 миллионов ну да ну квартира очень большая двадцатый этаж да у тебя? вот квадратов сто сто десять ну это общее включая на утро ну внутри наверное около ста детский сад здесь александр водит свою дочку эмилию да в детский садик очень удобно вышел с подъезда и сразу же я ее вожу где-то буквально метров 25 25 удобно вообще вот такой детский садик китайский то есть вот подъезд вот детский сад иногда даже учителя видят здесь встречают ага слушай дворик вот он да получается вот раз и все да? дворик небольшой потому что у нас всего здесь три корпуса пять подъездов а у нас кстати есть бассейн бассейн у нас есть я не знаю возможно закрылся уже потому что все уже опустят ну пойдем посмотрим бассейн давай бассейн работа послабили бассейн бассейн вот уже но маленький вообще ну для детей для детей нормально где-то получается полтора метра о еще на эту сторону и под носиком все плавают а ну да это интересно слушай ну мне нравится вот в Китае вот это вот дворы китайские да как у них все оборудованное ландшафт спасли сад да просто уазит да да там рыбы кстати у нас у нас рыбы мы их формим красные рыбы как-то он карт что ли да как-то золотые красные рыбки дети их всех накармливают после детского сада вот а здесь что что здесь так глубоко да здесь глубоко детский бассейн да на самом деле здесь я купаюсь бывает вечером вечером там еще потом темнеет только вода такая не чистая да уже по-моему закрыли бассейн потому что я смотрю что вот потому что уже нет на улице блин жара китайцы мерзнут закрывают все бассейны да ну все да сезон заканчивается сентябрь да получается да ну нет сезон заканчивается когда в ноябре ноябрь мы еще в аквапарке в ноябре где-то были еще ты знаешь ты знаешь в прошлом году я купался ездил на пляж домеша купался я в ноябре 50-го даже ноября но потом уже я почувствовал что все прохладненько прохладненько все уже оставил сейчас пока эти дни тоже по пляжам загорели а там что здесь что-то строить никто не знает по одним словам здесь будет парк по другим словам здесь будет ветка видно вот эта времянка вот это все постройки это времянка но она времянка сделана так классно они ее как будто сделали на постоянку на очень много в мир умеет они строят и деревья буквально посадили два-три дня назад у александра жена китаянка как так скажем жена китаянка это здорово как бы я это вообще интересно да я знаю какой будет вопрос познакомились мы познакомились мы по работе то есть мы сначала списались по интернету а потом уже как бы а вот почему ты решил типа ну вот китаянку почему допустим можно уже было найти допустим там русскую или как ну русскоговорящих русскоговорящих Китая как бы не так уж как бы много в основном все приезжают тоже побытиться так получилось что мы как бы понравились ага жена красавица друг другу понравились потом поднимемся еще слушай жена у тебя любит в кафе питаться или она дома больше лучше готовить а дома больше да кстати как как ты к ее стрипнет относишься блинчики стряпает нет блинчики не стряпает надо привыкнуть надо привыкнуть Антониска кухня надо немножко кушать рису очень много риса много но слушай рис как хлеб да у нас как в россии получается да лет я давно не ел давно не ел ну и не надо знаешь и рис то надо завязать с рисом на самом деле ничего интересного что ты хочешь купить хочу вот так сушеные 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 маринованные какие то фрукты ну короче готовят оно вкусно да правильно право ну да сейчас поднимемся попробуем попробуем давай он имбирь ох колбаса ты посмотри просто настоящая совершенно выглядит вообще клево да ну на вкус она не очень вау сосиски в холодильнике видишь когда я согласен то что не в холодильнике лежит в холодильнике это неизвестно сколько несъедобное ну а что-нибудь такое допустим она что-нибудь такое ну как сказать то чисто китайское что-нибудь готовят что ты вообще не ешь ты знаешь какой-то бамбук маринованный кислый какой-то бамбук как они ростки побеги бамбука какие-то маленькие но это не просто они какие-то вонючие маринованные невозможно она прям нормально они нормально это запах но вот это мне не нравится это знаешь что такое корень лотоса корень лотоса на самом деле это в болоте растет русские везде везде наши русский говоришь немножко немножко оттуда приехать с севера молодец ты здесь живешь? да мы с Иркутска да в Иркутск в Иркутск а я кемера кемера не у нас не нет не да 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 ну телефон 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 заниматься а телефонами молодец 5 хорошее дело делаешь всем нужны телефоны молодец вот наш наш человек да да бизнесмен ну все блин здесь сражения телефонами и гаджетами именно сегодня когда мы начали снимать я здесь вообще 1 берем огне среди красавчики привет привет рыжий и котята привет привет чего такое разнявкались уже живешь сколько получается три года живешь соседей соседями как ты знаешь соседей очень редко видимся что иногда вечером все за работу приходим в разное время ну пацаны в лифте вот здравствуй здравствуйте как как дела с обычными вопросами потом типов как в гости там сходить у тебя же как бы принципе знание же языка ой особых мы сейчас пойдем особых отношений за сколько ты язык освоил так чтобы прям болтать 2 2 с половиной более меня два два с половиной года да ты курсы или как как получается самостоятельно и и жена получается тебе когда мы женились она тебе прям что-нибудь поправляла до говорил как бы говорить в основном вопросы от меня исходили спрашивая как так сказать не интересовался по всему Что, спрашиваешь, это кто такой, да? Похоже? Похоже? Похоже очень на меня, да? А можно на крышу поднимемся? Там, может быть, закрыто, да? И, возможно, ключа нету. Все, понятно. Мы забрались на крышу Гардена, где Александр живет. 31 этаж. Блин, на балцах на палку здесь. Ну, вот как-то так. Рассказывай, где? На самом деле, вот мы смотрим центр города впереди, как раз по этой трассе ехать буквально 5-7 минут центр города. Вот туда, да, прямо? Это район называется Лон-Фа. Да. Там движения какие-то. Ну, тогда как раз так присутствует. Вообще, мне нравятся крыши. Обычно крыши не закрыты. У нас, допустим, Гарден. Ты знаешь, в любом доме можно подняться на крышу. Нету магнитных этих замков. Ну, в принципе, это неправильно, мне кажется. Да, но здесь у нас как-то такая безопасность. Вау! Ты там что увидел? Ну, блин, просто так, знаешь, такая, как это, пропасть. Вау! Вообще! Высота просто немыслимая. Кстати, мы по крыше и с одного здания уже другое перешли. Да, я уже понял. Вот это мы такая же дверь, да, получается. Вот тоже там что-то сумеет. Ну, рабочий-то спал там, он прям расстелился. Вообще ужас. Ну, конечно, страшно. Да, кстати, у китайцев сегодня час, сейчас. Обеденный перерыв, все спят. Это вот какой-то самострой здесь такого не было. Уже у меня прям личные вещи даже, он прям висят. Так, 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 мы идем. А, ну, на ту сторону, да, сейчас? Да. На гарден, чтобы посмотреть. Вон, какой балкончик построили сами. Ты, кстати, поднимался, нет, на крыше? Да, конечно, я поднимался, я всегда много раз. Всегда. Смотри, гарден, гарден, гарден. Всегда проблемы с выходом на крышу, потому что у нас он закрывается. Ну, договориться можно. Да, ну, тут уже болтаешь прям вообще нормально. Два с половиной года. Ну, блин, наверное. Кстати, мне кто-то, мне кто-то говорил, если хочешь быстро, ну, освоить язык, нужно девушку-китаянку. Я все над Катей пошутил. Я говорю, Катя, давай, разойдемся, говорю. И говорю, полгода, я говорю, с китайцей поживаешь, а я с китаянкой поживаю. И так язык мой учил. Ну, конечно, это прикол. Да нет, на самом деле, это... Первый год сложно обучение, конечно, первый год. Потом уже второй, третий уже идет автомат. Ну, да, ты знаешь, раньше для меня вот этот китайский язык, он был просто, знаешь, как будто бы, как это, знаешь, такой сигнал, знаешь, пи-и-и, вот так вот, знаешь, непонятное что-то. Не, ну, сейчас все равно, ты уже как бы здесь живешь. А сейчас... Время уже прошло, ты уже должен на слух ориентироваться, слова для себя. Да, а сейчас, ты знаешь, допустим, если речь какая-то идет, да, и ты знаешь, я из них подчеркиваю некоторые слова, которые вот я выучил, которые я знаю, и из них пытаюсь составить, состряпать какое-то, ну, предложение, что он от меня просит там, или, допустим, ну, какая ситуация, да, правильно? Вот. Если, конечно, ну, допустим, тематика более сложная, там, допустим, что-то, допустим, связанное там... Допустим. Что я не проходил, да, и слова для меня, допустим, вообще никакие даже знакомые не выскакивают, и тогда ты знаешь... Как тогда решается такая ситуация? Как я решаю такую ситуацию? Слушай, в чем и куда? А, вот, вот мы отсюда пришли. А вот с этим можно было сюда пройти. Здесь примерно то же самое, только с другой стороны. Как я решаю, ты знаешь... Ну, давай посмотрим. Походим. Друзья, наверное, друзья, наверное, китайские друзья очень спасают. Сейчас смотрим. Солнце вот светит, да, вот видно, что солнечный день, но оно и светит не так ярко, как бы. И, слушай, и прямо вот через эту дымку прям солнышко-то припекает, да? Ну, посмотрим. Вот. И в Россию приезжаешь, у нас такое голубое небо. У нас, кстати, воздух какой-то чище, я не знаю почему-то. Да, очень тяжелый куда-то. Очень прозрачный, прозрачный воздух. Вот сразу же, да, вот у тебя такие же впечатления были, когда вот приехали... Первое, первое сразу же, конечно. Днем я прямо просто смотрел на небо вообще и просто любовался. Я буквально, я не знаю, недели две, наверное, просто смотрел на небо вот так вот. Едем куда-нибудь в машине или еще что-нибудь, а просто пялиться на небо. Ха-ха. Да нет, просто отдыхает человек. Отдыхает человек. После обеда. После обеда. Это нормально. Сейчас мы пойдем к Александру, домовому. Александра, покажешь жилье? Вот. О, дети наши играют. Дети, ну. Уже рыбка шагает. Вы что, рыбок достали из аквариума? Нет. Что-то полы моют. Жена уже что-то приготовила. Так, скажи, как жена зовут? Ну, зовут снов. Жена Александра, он наготовила вкуснотища. Это что такое? Лук. Это, понимаешь, правильно? Огурчики. Это мяско, да? Это я не знаю, что такое. Ты сейчас покупаешь. Это тоже на самом мясо. Мясо? Да. Это вот, я знаю, тофу, да? Это тофу. Это рис. Рис. Все правильно. Ладно, попробуем. Как это? Александр хочет показать, как это есть. Я его ел вот в разрезанном виде, получается. Пуле кушай. Накладываешь в него, да? И все это за дело заправляешь, да? Получается типа бутерброд утка по-пегински, только с мясом. И миленький. Прикольно. давай наяривай поле пальцы слова расскажи впечатление от еды кантонийской в общем жена александра обед это кантонская кухня вот здесь лук репчатый мясо соус непонятно это секрет дальше можно я покажу как я обложился берем лента щенков уела называю когда все правильно вот берем огурчик берем в этом деле во всем тоже весь мясо лучшим соус вкусный вот так вот это все маки и накладываем сюда как лемешку да полечка извините я маленько подожму вот вот положили это дело все сюда так давай закрываем это такая вкуснотища вообще сворачиваем чтобы все и можно целиком как раз на этом что-то остановилась красная а экран показ а она просто чтобы экономить впечатление хорошее так и александр расскажи вот это что такое как называется это называется мясо это ребрышки на по-китайски называется пайку она очень ценится да но на самом деле для дорогих мясо ты те ребрушки потому что они считаются что самое вкусное мясо как раз это вот на ребрышках что нужно у тебя молодец скажи ему по-китайски все что она молодец вам очень нравится на соне и нога молодец то что что александр ну давай рассказывай как содержать машину до дорогость в китае содержать машину то в принципе недорого все машины достаточно качественные вот и не за тем подозревать 2 сначала давай и получается на как он очень на чем сейчас передвигаешься на на чем на мази да на мази все на мази на тройке да вот и купил ее за сколько купил ее года 4-5 назад 13 130 тысяч и они 100 тысяч и они но это новая на структуру страна прилично вот в общем проблема сейчас машины никогда никаких не было все меняешься во время только масла вообще ездить идеально хотя сборка китайская на 40 процентов он японистом вся электроника все-таки у тебя ну вот так вот сложно русскому человеку двигаться такого кита долго ты привыкал по китая двигаться довольно таки нужно привыкли немножко привыкли до тем более когда новый абсолютно город но как бы дорога нужно тебе это сначала все выучить изучить потому что это же не просто пешеходе ты хотел там и перешел здесь как-то подъехать бывает проедешь поворот и потом обратно вернуться но очень сложно очень много развязок а ну это понятно а я тебе наш про что именно поведение дорог поведение водителей на дороге поведение водителей на дороге до достаточно разные бывает хорошо будет аккуратно так уважительно да скажем да а некоторые вот я одна сам наблюдал картину допустим едешь на мотоцикле допустим да за машиной движешься и какой-нибудь товарищ просто берет останавливается и ты знаешь он не прижимается к обочине не показывает поворотника просто останавливается не начинает залипать в телефоне либо отвечать на телефон вот это вот у них это нормально да вот и вот к этому долго привыкал нет вообще разные ситуации но очень много ситуации как бы ну подрезают ничего не расстраиваешься спокойно ко всему окружу за спокойно пусть их много зачем на каждого на каждого как-то прикаться а у нас традиции автолюбителей александр ну короче мы познакомились тобой давай посмотрим жилье давай покажи покажи где ты живешь посмотрим давай двое жилище вот здесь у нас здесь такая детская это комната эмилии что они положи вот эти книжечки на место тоже упали они упали двухъярусная кровать до этого сделали наверху игрушки ну там матрас все равно до матрас книжки очень русский до русском языке эмилия книжки на русском есть ты сразу позируешь позируешь ты модница окошечко вот это у него маленькая такое здесь что здесь ваша комната уютника телевизор мне нравится вот в китайских вот и как сказать строениях да или как в зданиях китайских нравится сразу же шук да и сразу сразу же и видно прям кстати вот эти решетки мы установили до дополнительно потому что здесь окно ну вот буквально про это это небезопасно и небезопасно вот эти вот решетки станет дополнительно ну и мы поставили заказали в цвет окон уже мне так шкафы нравятся вот эти прям в потолок вообще прикольно смотрится что пойдем дальше родился так уютненько у тебя все там беленькая прям такой дизайн прикольно здесь что здесь здесь костевая гости приезжают на здесь костевая прикольно сразу же раз окошечко там туалет там туалет и ванна потом заняты вот здесь душевая руки помыть писать шило мыло здесь здесь очень удобно что это скажи гулять от температуры сколько тебе надо а температуру вставляешь кто по горячей кто пока у тебя газовый газовый нагреватель очень разве нагревать очень удобно очень экономично правильно по отношению к этим так здесь мне были ждать здесь рабочее место он так прикольно так такая ниша прям клавиатура такая можно у тебя прям здесь кто все спит если ты долго сидишь за компьютером если я прям здесь прямо падаешь или пришел нетрезвом состоянии жена не пускает и здесь ложишься или слава приехал короче мыши на самом деле здесь мало то спит тоже гости приезжает прям уже прям кровати у тебя там 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 прям окошком кстати везде поставили вот такие маленькие вентиляторы кто-то приезжает кондиционер кому холодно и спасают вентилятор чтобы нет они не переохлаждать до это стоит это гостиная то есть получается у тебя 1 2 3 3 3 комнатная квартира до в китае не считаются гостиная у них не считается так как комната у них считается хотя при желании здесь даже может вдвоем троем развернуть до разложить ну вот балкон вообще просто просто можно вообще тут здесь помыть полы очень удобно там раз раз набрал помыл швабру здесь по стирушки раз и застирал закинул очень удобно стиральные порошки кондиционеры все в шкафах удобно а жена русской телевидения смотрят пойдем на кухне пойдем покажешь здесь у тебя рисоварка да это рисоварка да топор варка а пароварка это посудомойка пользуешься да да бывает что-то сушилка стилизатор да все по минимуму да прям такая кухонка прям маленькая компактная и прям вот этот газонагреватель газонагреватель тут прикольно посудомоешь сразу живут на улицу тебе не нужно туда на улице можно короче вот так вот круче квартира клёвая у тебя мне нравится покупали все довольно таки качественное как для себя и 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